Русский мир после русской весны Русский мир после русской весны Вы знаете, идея сама о придании русскому народу государствообразующего статуса, точнее о возвращении в законного государствообразующего статуса, она не нова. Она родилась давно и можно сказать, что таким очередным катализатором здесь послужила статья Владимира Владимировича Путина 2012 года. Программная статья, одна из пяти его программных статей на президентских выборах прошлых. Который назывался «Россия – национальный вопрос». И там были сформулированы три таких вот тезиса очень важных, которые, скажем так, в корне отличаются с ныне существующей, оставшейся нам от лихих девяностых, такой либеральной национальной политикой. Тезисы следующие, что Россия не есть ни национальное государство европейского типа, ни плавильный котел американского типа, а есть государство цивилизации. То есть особая, совершенно такая форма организационная общежития народов. Пункт второй, что системообразующей основой этой государства цивилизации является русский народ и русская культура. Крайне важное признание. И, наконец, третий пункт – это, что русский народ является государствообразующим по факту существования России, который, я так понимаю, никто не отрицает. Факт существования России. Надо сказать, что ничего из этой программной статьи сделано за минувшее время не было. А тут еще грянула русская весна, русская тема опять выплыла на поверхность. Понимаете, в чем дело? И мы решили, не более, не менее, как реализовать, подтолкнуть снизу выполнение того самого курса президента, в верности которому клянутся многие чиновники, но при этом пальцем не шевелять, чтобы этот курс куда-то сдвинуть. Как это мы сделали? Мы прекрасно понимаем, потому что мы в национально-патриотическом движении довольно давно. Я возглавляю доселе, такое было движение, очень обширное, Народный собор. Я один из его двух сопредседателей. Так вот, еще тогда мы поднимали эти вопросы, но каждый раз, когда этот вопрос поднимался со стороны русских, о существовании русского вопроса вообще в России. А что он существует, я думаю, только безумец может отрицать, потому что, понимаете, 80% населения, государство, образующее народ. По международным стандартам, мы вообще мононациональное государство, но мы отдельное государство-цивилизация, бог с ними, с международными стандартами. Мы формировались по вполне определенному имперскому принципу, когда вокруг системы образующего сержневого русского народа, группировались другие народы и культуры, которые, в общем-то, в ценностном понимании, меропонимании, они как-то с ним совпадали. То есть, тут далеко не все силы и оружие достигалось, достигалось именно на общности понимания мира, что хорошо, что плохо. Вот, так значит, при этом русский народ у нас, если посмотреть законы, все законы Российской Федерации, у нас в России русского народа нет. Его нет вообще. Вот как правосубъектность, только есть такой термин юридический, правосубъектность. Вот правосубъектности русского народа в России не существует. Его нет. Я не говорю, что у него нет, в отличие от ряда народов российских, которые уже имеют национальные республики, свои, ну пусть такие, не совсем полноценные, но все-таки государственности. Мы знаем, что имеют диаспоры и национальные группы, компактно проживающие, имеют национальную культурную автономию. Русские тоже не имеют права на него, потому что они не меньшинство, а большинство. Но, хоть они большинство, а не меньшинство, они не являются государственно образующим народом. Они не признаются титульной нацией в России, хотя по закону титульная нация, это нация, а слово титул, то есть народ, давший название данной территории. В Татарстане, 49% татар, допустим, в Татарстане больше, в Якутии, 49% якутов, извините, я перебил, я ошибся, но она Якутия. В Татарстане 60% татар, но он Татарстан, то есть татары дали название этой территории. Прекрасно, Россия дословно переводится как Руссия, Россия, земля, русская земля. Ну она Руслан по-немецки, да, скажем так, она Руссия по-сербски и так далее, и так далее. Однако, русские титульные нации при этом не признаются. Получается парадокс, и на этом парадоксе, как мы серьезно опасаемся, могут сыграть, ну вполне определенные, известные нам такие деструктивные силы, которые маскируются под лучших друзей русского народа, но почему-то при этом очень дружат с врагами русского народа, я имею в виду и западников, я имею в виду и либералов, и оппозицию, нынешнюю белоренточную, все они там были на этих белоренточных митингах. И вот эти люди сегодня, заодно с бандеровцами, кстати, поддерживают их на Донбассе, и вот эти люди, они наверняка попытаются использовать русский фактор, нерешенность проблемы, для того, чтобы на нем сыграть для дестабилизации. Мы это понимали, и поэтому мы зашли не из страны русских организаций, а из страны Кавказа, вот того самого Кавказа, который демонизирует усиленно эти самые, якобы, друзья русского народа, предлагают отделить, перестать кормить и так далее. Мы нашли там нормальных, вменяемых, имперских, мыслящих людей, то есть, условно говоря, русских не в национальном плане, даже не в культурном плане, а в плане таком принадлежности к русской цивилизации. Они это вполне осознают, они понимают, что именно являясь частью этого большого, это русской цивилизации, каждый, я не знаю, пастух, который всю жизнь прожил в горах, там, пас баранов, знает 10 слов по-русски. Но, тем не менее, он твердо знает, что Гагарина запустили мы, Гитлера побили мы и так далее. Мы. Он является частью большого мы. Вот такие люди, они есть, они есть на Кавказе, их немало. Я думаю, что они есть не только на Кавказе, просто мы начали с Кавказа, как наиболее демонизированного такого региона. И показали, что тамошние местные организации готовы выступить за предание, в качестве первого шага решения русского вопроса, предание русскому народу статуса государства образующего. Не предание, а возвращение. То есть, Путин сказал, что по факту, что Россия, он государство образующего. Ну, давайте запишем это куда-нибудь. А то его нет. Русского народа. Желательно, конечно, в Конституцию. Но те господа, которые у нас в 93-м году для Бориса Николаевича писали Конституцию, а потом принимали ее, фактически в условиях военного положения, как вы знаете, они заложили туда массу таких, как бы сказать, мин замедленного действия, которые не позволяют изменить Конституцию. Вот вы знаете, например, что несколько раз, несколькими фракциями и группами в Госдуме подавались, подавался для принятия закон об изменении преамбулу, самой преамбулу Конституции. То есть, кто там? Там многонациональный российский народ. Что это такое? Ну, это взяли понятно из советской Конституции, многонациональный советский народ. Думать не стали, решили не грузиться. Не понимая абсурдности этого положения, когда политическая нация, это что-то понятное. Когда многонациональный народ, то есть, меньшее не может состоять из большего. Чисто по логике. Ну, теперь мне не записали, что это такое, не расшифровано ни в одном документе, и нет ни в одном законе из международного права. Вообще, что такое многонациональный народ, каждый понимает, как хочет. Чепуха. Но, оказывается, все попытки изменить преамбулу отклонялись. То есть, чтобы изменить Конституцию, внести в нее серьезные поправки, а запрещено вносить поправки в первую, вторую, девятую главу, девятая касается как раз изменения Конституции. В нее запрещено вносить поправки. Там совершенно ужасная процедура. Там нужно, чтобы две трети, нет, не две трети, три пятых федерального собрания, то есть и Думы, и Советы Федерации проголосовали за то, что нужно менять. Потом собираются Конституционные собрания. Но, Конституционные собрания у нас, что это такое, и как его собирать, закон не могут несколько лет принять. Нету такого закона. То есть, его нельзя собрать, потому что нет закона, как его собирать. Ясно. Но, вот с Конституцией вы сказали, что все сложно. Очень сложно. Но, вот ваша эта инициатива, что вот этот заход со стороны вот этих, назовем их, кавказских имперцев, он уже принес какой-то результат? Разумеется. Главный результат этого дела, я считаю, во-первых, что кавказские имперцы, они же не сами, это дело придумали. Там мы съездили, поговорили нормально и поняли, что мы прекрасно можем взаимодействовать. Есть такая общественная организация старейшины Адыги, в Адыге Краснодарского края. Они начали, там кабардинцы поддержали, осетины подтянулись и так далее. Сейчас, кстати, готовим конференцию в Кабарде по этому делу. Но главное, что поддержали и русские организации. И вот кавказцы и русские, которые все эти годы пытались строить, они сидят за одним столом и отстаивают права государственного образующего русского народа. Потому что и те, и другие понимают, что если русский фундамент будет выйдут из-под России, ну, русские станут врагами России, скажем. Это не наша государственность, это наши враги. Это надо ломать. Все. Дом наш общий, Россия, рухнет и похоронят под обломками всех. И русских, и нерусских, и правых, и левых, и либералов. Всех. А да, большая куча мусора будет от России. Вот этого не надо допустить. Это понимают очень многие люди. Поэтому мы сейчас работаем и с другими национальными объединениями. Вот после сразу в движении русско-кавказской инициативы был круглый стол в Доме журналистов, где поддержали ряд русских организаций. Она стала уже русско-кавказской, а не кавказской. Теперь был ряд встреч с национальными объединениями Москвы. Более 20 объединений поддержало уже в Москве эту инициативу. Был в дискуссионных клубах различных Московский ковчег. Там тоже поддержали. Недавно этот вопрос прошел обсуждение. Да, была презентация перед лидерами русских организаций и национальных организаций Москвы. В Измайлово. Наконец, был недавно, в понедельник той недели, 24 число, обсуждение в общественной палате, инициировано опять-таки нами. Мы просто работаем там совместно с изборским клубом по этой теме. И один членов изборского клуба оказался членом общественной палаты. Ему удалось это дело пробить. Сейчас мы готовимся устроить круглый стол в Государственной Думе. Пора поспрашивать депутатов, что они об этом думают, как вы понимаете. И вот состоялась питерская конференция. Там собралось совершенно небывалое такое сочетание. Все собрались, во-первых, это дело сильно поддерживают добровольцы, воевавшие на Донбассе за русский мир, которые уже русскость не могут воспринимать иначе как такую цивилизационную принадлежность. Потому что в одном окопе сидели и с той, с другой стороны, этнические русские, этнические украинцы, мусульмане, христиане, все. Разделение шло чисто по цивилизационной принадлежности. И они понимают это лучше, чем многие из диванных патриотов. Поэтому они поддержали организации, которые, скажем так, порой считаются правонациональными русскими. Они тоже поддержали. И рядом с ними сидели представители местных питерских национальных диаспор. Вплоть до президента сидел руководитель, например, Дома национальных культур Петербурга. Согласитесь, это о многом говорит. И никаких противоречий не было. Наоборот, прекрасно найден общий язык. Мы выстраиваем тот самый межнациональный согласие, в разрушении которого нас пытались объединить всякий раз, когда мы поднимали русский вопрос. Русский вопрос есть основа для обретения России внутренней крепости межнационального согласия. Сегодня при формальной тишине в этом направлении ничего не делается. Давайте честно так говорить. Ничего не делается. Выдаются президентские и гранты общественной палаты, которые идут. Я вот один грант посмотрел, очень интересный. 4,8 миллиона рублей отпущено некоим общественному движению на то, что оно обсудит на круглых столах и конференциях основы государственной национальной политики. Я бы обсудил за половину, где угодно и что угодно. Вы знаете, на таких формальных мероприятиях идет имитация выстраивания межнационального единства. А без него нам никуда. Вы понимаете, такой восточный принцип, чтобы разбить горшок, надо ударить твердым по пустому. Если горшок будет с водой, его сложнее будет разбить. Крепенький. Нам нужно обрести эту внутреннюю крепость. И только через это. Поэтому русско-кавказская инициатива, которая, я надеюсь, вскоре, потому что уже работаем и с украфинскими народами, и с тюркскими народами, скоро должна стать общероссийской. И вот тогда, извините, у нас все-таки по конституции этот самый многонациональный, непонятно какой, российский народ, он является субъектом права и является носителем всякой власти. И вот тогда, я думаю, власть просто оглянется на народное мнение и поймет, что без этого, без защиты русского народа, бороться за русский мир невозможно. Невозможно. Вот недавно стало известно о том, что в России в программу вузов может быть включена специальная дисциплина по формированию российской идентичности. Вот как один из ее авторов заявил, некий Айкас Микаелян, что целью программы является создание системы, которая воспитывала бы новое поколение от дошкольников до взрослых с одинаковым набором ценностных установок. Это уважение к закону, всем конфессиям и национальностям, проживающим в России. Вот мы уже делали материал на эту тему в свободной прессе, наши эксперты, в частности Валерий Коровин, довольно негативно отозвались об этой программе. Вот у вас какое отношение к этому? Коровин абсолютно прав, что он негативно к этому относится. Я думаю, что ни один здравомыслящий человек, который живет в России, он не может относиться к ней никак к проявлению какого-то безумства. Дело в том, что у нас, понимаете, в чем дело? Вопреки вот такому устоявшемуся мнению, что у нас здесь существуют какие-то злобные либералы, такое чувство, они из другой планеты прилетели. Есть правильные патриоты, среди которых все замаскировавшиеся либералы, тоже они там сейчас, в этом большинстве. И вот они так между собой ведут напряженную идеологическую борьбу. На самом деле нет. Есть две картины мира, понимаете? Две картины мира, в одной из которых Россия, это тысячелетняя цивилизация со своим путем, со своими традициями, со своими ценностями, и с русским народом государства образующим, кстати. Другой путь то, что озвучил, будучи президентом, Дмитрий Анатольевич Медведев. Было очень забавно, он на новогоднем постановке сказал, что Россия это молодая 20-летняя государственность, которая с нуля все начинает. То есть, мы вчера родились, в подгузниках еще бегаем, и вот поэтому должны копировать Запад, естественно. Вот две эти концепции. Вот согласно второй этой самой либеральной концепции, наша, понятно, что надо формировать какую-то общероссийскую идентичность. Это понятно. Против этого никто не спорит. Я сам писал, вводил первый термин, в 2005 году еще в своей книге, «Единая нация». Термин «Единая нация», «Единство нации» и так далее. Тогда, правда, при слове «нация» все правоохранители принимали такую стойку, потому что сразу «нация», «нацизм», «фашизм» и так далее. И тут только что 282 статья за это слово не было получено. Теперь это нормальная терминология. Нужно формировать «Единство нации». «Единую нацию». На чем ее формировать? А вот тут, простите меня, есть два пути. Тот либеральный концепт, который пытаются продвигать, и который отстаивает господин Микаэлян, по-моему, исходит из того, что нация – это набор таких безнациональных человек-единиц, которые считают себя такими абстрактными россиянами. Россияне – это кто? Россияне – это гражданин России, дословно. Правильно? Это не принадлежащийся к какой-то нации, народности и так далее. Это четко гражданин России. У него есть паспорт. То есть, это обладатели одинаковых паспортов, говорящих на одинаковом языке общения, платящих налоги в один бюджет и подчиняющихся одним законам. Все. Ничего больше этих людей не связывает в принципе. Это один подход. Второй подход. Он характерен, собственно, для русской цивилизации. Тысячелетний, не заметите, русской цивилизации. Именно он позволил сформировать этот уникальный сплав народов, который мы сегодня пытаемся как-то обозвать, превратить в нацию или что-то еще. И говорит он о том, что есть государство, образующий русский народ, фундамент, скажем так, на котором каждый народ строит свой, так сказать, дом. То есть, формирование такое, как Ильин, по-моему, говорил, суперрактическая целостность вокруг русского народа. Именно по такому принципу формировать нацию. Но, как мы видим, либералы никуда не делись, хоть они научились говорить патриотические лозунги и даже некоторые одобряют возвращение Крыма. Но от этого не либералами они не стали, как вы понимаете. И поэтому они продвигают такие идеи. Господин Маккелян, судя по фамилии, он армянин. Мне было бы очень любопытно, если бы в столь же моноэтническую страну, как наша, а у нас 80% русских, и те, кто считают себя русскими, записались русскими по переписи, в Армению. Где тоже ведь есть много всяких народов, живет. Одних 100 человек, других 200. Но они же там живут. Значит, она многонациональная. По тому же подходу. Она многонациональная страна. И он бы выступил с предложением в армянском парламенте, сказал, ребята, давайте вы будете армянияне. Все. С завтрашнего дня армянияне. Никакого армянского государства, разрушающего народа нет. Никакой армянской государственности не существует. Нет. Есть один из народов, проживающих здесь. Он называется армяне. Я почему-то думаю, что армянские депутаты бы его не поняли. Мягко говоря. Что бы мне сказать о свистале. Или, там же Израиле. Такая же штука. Тем более, что евреев там по процентам отношений существенно меньше, чем русских в России. И они бы тоже вряд ли поняли, если бы им сказали, что Израиль не есть государственность еврейского народа. Простите меня, но формировать нацию на основании того, что сам президент сказал в этой статье, что это провалилось, глупо. Зачем копировать провалищиеся проекты? Почему не использовать тот опыт, который у нас есть? Вообще, я вам скажу, у нас подход к политике несколько такой большевистский, что ли, остался. А именно, у нас есть самая передовая теория и идеология. И мы сейчас ее всем объясним. А кто не поймет, докажем. Вот примерно так же поступают сегодня в национальном вопросе господа Микеляды и Ижи с ним. Вот давайте это так, потому что это где-то мы скопировали. Списали, троечники такие, они всегда списывают. У них нет понимания того, что настоящая политика, это когда политик не изобретает теорию, а потом навязывает ее всем, а пытается понять, во-первых, суть народной ментальности, народной духовности, народной культуры. В соответствии с этим понимает того, что хочет народ, и в соответствии с этим выстраивает свои политические какие-то проекты. Вот это настоящая политика, понимаете? А вовсе не навязывали народу каких-то таких вот. Вот я тут посидел немножко дома и придумал. Я поэтому считаю, что подход этот крайне неправильный и неверный. Впрочем, сами основы национальной политики, которые с таким пафосом в своем время были приняты, я тоже считаю документом, ну, мягко говоря, слабым. Мягко говоря, слабым. Хотя бы потому, что наличие русского вопроса, то есть проблем 80% населения, там отсутствует. Ее нет. Ну, тогда о каком мы национальной политике говорим, простите меня. Если сами кавказские ребята нормальные, они все говорят, ребят, то вернитесь вы русских, вернитесь вы русских. Вернитесь вы русских государственного развития статуса. Потому что, чтобы с них просить, требовать с них, чтобы русские, как всегда они это делали, помогали всем, всех мирили, не давали, условно говоря, средним обижать младших и так далее, для этого русские должны быть кем-то, а не никем. Вот сейчас они население. Подходит население. То есть, вот, приехал сюда таджикский, этот самый, эмигрант, получил гражданство тем или иным способом. Все. Вот он и русский абсолютно не в гражданском отношении, а как народы равноправно. Есть таджикская диаспора. А, у него, извините, он более привилегированный. Что таджикская диаспора, есть хотя бы национально-культурная автономия. А у русских и ее нет. Получается, что вся территория России разделена на национальные территории, некие территории национальные, где учитывается национальная специфика титульной нации. Правильно делается. Где ни один закон не может быть принят вопреки, скажем, традиции местной. Правильно? И есть какая-то большинство территорий, которые ничьи. Они вообще ничьи, они общие. Это вот дикий запад. Там подходят какие-то индейцы непонятные. Но индейцы же не человек, что там его учитывать. Поэтому кто пришел там, кто заселился, кто отстоял свое право, из этого произрастает и коррупция, и этническая преступность, и проблемы с мигрантами, и проблемы с кавказской молодежью, которые, кстати, на Кавказе, они отзывались, у которых здесь бузит порой кавказская молодежь, демонстрировали свою, так сказать, воинственность, крутизну. Сами кавказские люди считают, что сюда, в Москву, едет мусор с Кавказа. Вот они так сами говорят. Это мусор едет. Они себя ведут так, как на Кавказе они себя вести не могут. В принципе. Их не поймут. Что делать вопрос? Как выстроить эти отношения? Получается, малейший бытовой конфликт. Один пырнул ножом другого. Все. Значит, что делает община? Община приезжает, выкупает его из милиции. С другой стороны поднимаются какие-нибудь, не знаю, фанаты, националы и так далее. Начинается межнациональный конфликт из-за бытового. Что делать, как этого избежать? Это очень просто. Одна община должна говорить с другой общиной, а не идти заносить конверт с деньгами местному полицейскому начальнику, чтобы его отпустили. Правильно? Но для этого нужна община. Нужна другая сторона переговоров. Они говорят, ребята, да пожалуйста, да ради бога. Мы договоримся обо всем. И вы знаете, недавно на Питерской конференции, Питерская конференция прошла 27 числа в Петербурге. Очень хороший состав был именно боевых людей. Многие из них воевали. Многие из них такие, ну, готовы еще воевать, если надо, за Россию, за русский мир. И они, люди выходили, о которых, ну, как только не ругались. И на там националистами, и фашистами, и так далее. Они говорили в глаза вот таким вот диаспорам нормальные абсолютно вещи. И те им аплодировали. Они говорят, ребята, договоримся. Нам нужно стать кем? Нам нужно стать русской общиной, которая договорится с той общиной. Ну, уважаемые люди соберутся. И решат, кто из двух виноват. И не будет никаких межнациональных столкновений. Но этого не хотят допустить, судя по всему. Я, например, твердо убежден, что некоторые... Почему не хотят? Что такое за заговор масонский страшный? Я думаю, что некоторые не хотят этого делать именно по чиновничьему принципу. Как бы чего не вышло. Чтобы ничего не вышло, лучше не делать. Целее будешь. Кресло будет целее. Другая категория. Это все-таки такие латентные либералы, которые при слове русский становятся вот так в стойку, как охотничья собака при дичи. У нас же, так сказать, это считалось хорошим тоном в своем русофобии. Давайте вспомним слова Замиты Юргенса. Главным препятствием для реформ России являются русские. Вот попробовал бы он так сказать, ну, не знаю, в Армении. Прийти в файл и сказать, ладно, препятствия реформы в Армении являются армяне. И образ Терзаль. Или там в Израиле евреи, или в Грузии грузины. Это никто бы не понял. Это можно у нас. Вот на этих стереотипах мышления они продолжают играть. И, кстати, дезинформируя власть. Объясняю, что если русские, куда они денутся, их а так 80%. Им идти некуда, другого дома у них нет. А вот если кому-то не понравится, что они, так сказать, обрели права, ну, извините, тогда будет раскол России. Вот они это объясняют. Есть, наконец, третья категория людей, которые в целом ориентированы... Такие идеи для либералов, я бы сказал. Они ориентированы на глобальный мир, в котором вообще не должно быть национальности. И поэтому удар по государственно образующему народу является в перспективе ударом по национальной государственности, которых быть не должно. Должно быть некие мировые, так сказать, органы, которые будут определять все и везде. И владеть всем. Вот три категории, которые сегодня мешают прохождению русско-кавказской инициативы. Я намеренно не говорю, что они враги, то или другое. Но мы сейчас работаем над общественной поддержкой этого проекта. Потому что считаем его абсолютно полезным. И абсолютно государственническим. Я удивлен, что до государственных мужей, скажем так, пока это не дошло. Но мы постараемся, чтобы дошло, что мы отчасти делаем даже и их работу. Общество делает их работу. И, как бы сказать, в взаимодействии власти и общества, я думаю, этот проект смог бы стать основой будущей нормальной государственной политики. А не всякие мифологемы, которые сочиняют отдельные люди по формированию единой нации. По принципу одинаковости паспортов. Вот давайте мы детей будем обучать. Вот, кстати, по поводу детей. Очень интересная деталь. У нас огромное количество средств государство выделяет на военно-патриотическое воспитание. Ну, просто патриотическое воспитание. К чему сводится патриотическое воспитание и воспитание дружбы народа? А вот там-то и там-то изготовили огромный, самый большой в мире чурек. И вместе с разных родцов его съели. Ой, как они после этого все поребили друг друга, понимаете? Ну, глупость же, правда? Глупость. Вот, военно-патриотическое воспитание. Смотрите, прекрасный способ, то, что делаем мы, чем занимаемся мы, те, кто занимался, стоит за русско-кавказской инициативой. А именно, значит, этот фонд, который у меня есть, и организация такая есть, Еноткорп. Очень интересная организация, изрядно отметившаяся на Донбассе. Ее там до сих пор проклинают все украинские средства массовой информации. Они сейчас заглавляют военно-патриотическое направление в Союзе добровольцев Донбасса. Значит, мы подходим к этому делу так. Лучше всего, вот как на Донбассе, лучше всего дружба народа формируется, когда люди сидят в одном окопе и противостоят общему врагу, за свою общую родину. Поэтому лучше обмениваться, провести совместные сборы, скажем, люди из Кавказа. Мы проводим, например, из Кавказа люди приезжают, люди приезжают из Белоруссии, люди приезжают из Донбасса, клубы приезжают. Они все вместе, они решают вместе задачи в составе смешанных групп. Мы вот, мы формируем то, что всегда было называлось боевым братством на будущее. Да, это пока еще на будущее боевое братство. Но оно есть, оно станет основой, как мы считаем, братства настоящего. Ребята же переписываются потом, они же общаются, они взаимодействуют. Вот оно где, реальная работа. И вот по этому же принципу должны строиться, как мне кажется, вся работа на НИВе, вот, укрепление там международных отношений. И тогда не нужно будет заморачиваться никакой толерантностью. Толерантность это изобретение, вот, как я считаю, ну, сравни такой афере с финансовыми пирамидами. Давайте вот мы это сделаем, вложим деньги и все получим. Вот мы давайте всех научим быть толерантными. Что такое толерантность? Человек, который уважает себя и самоуважение которого приздают все, он уважает также и другого. Почитайте Ильина. Ильина цитирует постоянно президента, он абсолютно прав. Ильин один из главных, я считаю, авторитетов в национальном вопросе, в том числе в русском. Давайте перейдем к событиям русской весны, о которых вы уже в ходе беседы упомянули. Вот, как вы считаете, пошли ли на пользу русскому народу эти события и почему? Я считаю, что не просто пошли. На самом деле, я вот считаю, что и русский народ, в результате такой вот пагубной политики последних 25 лет особенно, и русский мир, который был деморализован тем, что русского народа-то нет, вокруг чего мы вообще объединяемся, что это такое, это культура, как это, инков каких-нибудь там, я не знаю, египтян, что-то древнее и уже умирающее. И тем более русская цивилизация, как цивилизационный проект, они как бы были в глубоком упадке. Их загоняли в ноль. Вот, американцы же не скрывали, что мы выиграли холодную войну, значит, что все, ваша цивилизация кончилась. Наша цивилизация победила вашу цивилизацию. Давайте так вот, по-честному. Русская весна стала катализатором пробуждения. Вот, для всех, и для русского народа, он вспомнил, а что это такое, вот, как бы уже смирились, что мы никто в России. Оказывается, мы кто. И для русского мира мы стали защищать русских где-то. И для русской цивилизации мы заговорили о собственных ценностях, о собственном пути. И тут же у нас появилась куча союзников в мире, которые сказали, да-да-да, правильно, потому что наши ценности, они, как у всех традиционных ценностей, на самом деле, у всех традиционных обществ, извините, ценности как-то стыкуются в чем-то, да, ну, скажем, нельзя строить личное благо вопреки общественному благу. Это ценность во очень многих культурах, в очень многих религиях. Вот, кроме Запада. Запад — это единственная такая, как бы сказать, система, единственная цивилизация с перевернутой пирамидой ценностей. Дело в том, что в традиционных цивилизациях в основе лежат всегда духовные ценности, ну, духовность, целеполагание какое-то, первозрение и так далее. Потом идет пласт культуры, который строится на этих ценностях. И уже потом, исходя из, так сказать, этого, строится пласт материальной, материальной культуры, материальная культура, экономика и так далее, политика, все. В западной культуре все перевернуто наоборот. В основе всего материальной культуры и потребления. Культура, культурный пласт, строится на этом как один из видов потребления. У нас же кто культура? Знаете, я вот входил в общественный совет премьер-культуры, и пришлось буквально воевать, воевать. Вы воевали два года, доказывая, что культуру нельзя относить к сфере услуг. У нас культура — сфера услуг официального. Вы понимаете, что это такое? То есть шашлычный Большой театр и бордель — это, в общем-то, организация одного порядка. Набединского обычно нападают, любят. А ведь он первый, кто эту тему понял, что это нельзя. Теперь дальше смотрим. Русская весна пробудила русский мир в каком контексте? Что русские своих не бросают. Наконец-то. На Донбассе случилось? Да, но вот, кстати, вопрос насчет своих не бросают. Да, тут есть довольно болезненная тема, что, в общем-то, если посмотреть правде в глаза, да, начиналось все красиво, мы там помогли Крыму, да, но вот уже около двух лет мы позволяем, чтобы русских обстреливали из тяжелых... Ну, не только русских, но... Ну, не только русских, но и русских цивилизаций, да. То есть тут вот есть такой болезненный момент. То есть как бы можно ли сказать, что мы тут вот этих людей... Да, мы их совсем не бросили, но они... Фактически мы позволяем их убивать. Вы знаете, я бы не говорил такими категориями, как мы позволяем их убивать, но, разумеется, я считаю, и я с вами согласен в чем, что мы не сделали для них всего, что могли бы сделать. Более того, под влиянием определенных либеральных кругов, желание подравиться Западу, там какие-то, может, санкции снять, уже даже русская весна порой подменяют на крымскую весну. Ну, мы там, где победили, там и весна. Да, это вот по аналогии с 19 веком, когда восточная война была такая, знаете, ну, ее называют Крымской войной. Почему? Потому что война велась на пяти театрах военных действий, на четырех мы побили их, а на одном, так сказать, мы сдали Севастополь все-таки. И вот они назвали именно Крымскую войну, а четыре других не заметили. Четыре театра военных действий, где мы победили интернет. Вот, все знают, что проиграна Крымская война. Так вот, значит, здесь то же самое. Это отступление. Крымская весна, это вот то же самое, когда стыдливо пытаются заменить русскую цивилизацию, допустим, а вот она российская цивилизация. Господа, помните, российская цивилизация, это абсурд. Российская цивилизация, эта цивилизация существует в границах России. А русская цивилизация, это шире даже, чем русский мир. Это даже шире, чем русская культурная сфера, потому что на ценностном уровне общность с русской цивилизацией готовы продекларировать, ну, я не знаю, может быть, там половина мира, который не очень нравится, то нынешний западный гегемонизм и тем более идея глобального общества, где вообще никаких национальностей, стран, культур, религий не будет. Это многим не нравится. Это отступление назад было, да, прекрасно. Но, тем не менее, давайте вспомним о следующем. В Донбасс поехали добровольцы. Поехало мало, безумно мало поехало. Но, сочетая гуманитарщика, порядка 50 тысяч там побывало. По данным, допустим, того же союза добровольцев Донбасса. 50 тысяч человек. Численное, конечно, мало по сравнению с русским народом. Это свидетельство об упадке, о индивидуализации, о утрате ориентиров, об утрате миссии. Чего, собственно, и добивались либералы 25 лет своей национальной политикой. Но, что-то там осталось внутри, понимаете. Когда это началось, люди поехали. Люди стояли сначала против антимайдана. Я просто знаю таких людей, которые с Украины. Например, Украинский народный собор. Такая была организация. Еще ряд других. Они стояли с беркутом рядом. Потом они, когда в Киеве все решилось в пользу фашистов, они поехали, перевезли семьи в Крым. Там их уже всех. Они все были в расстрелянных списках. Они уехали. Семьи вывезли в Крым. И потом стояли на перешейке. Потому что они понимали, если запустить эту орду сюда, в Крым-то все насчет срезня. Дальше поехали на Донбасс, когда Крым удалось отстоять. Как видите, русскость проявляется не в том, что папа русский, мама русский. Русскость проявляется в верности русскому миру, русским делам. То есть можно сказать, что русский народ все-таки своих не бросил, а вот к русскому государству вопрос. Я бы не сказал русский народ. Я еще раз говорю, русский народ индивидуализирован. Его еще предстоит воссоздать. И самое главное, что я вам скажу, то, о чем забывают, возможно, люди даже и в высоких кабинетах. Нельзя отстаивать интересы русского мира, не отстаивая внутри России интересов русского народа. Это абсурдно. Как можно защищать русских там, принижая их здесь? Фактически дискриминируя. Это невозможно. Значит, один вопрос тянет за собой. И в этом тоже плюс русской весны. Потому что, начав там, мы неизбежно придем к необходимости уладить это здесь. Причем уладить это именно так вот. Нормально, цивилизованно, на уровне переговоров, совместно обсуждая это с другими национальностями, а не на баррикадах, не без всяких швыряния коктейлями Молотова друг друга. И взаимных обвинений, что вы враги России. Это выход. И русская весна тоже в этом сыграла свою роль. Непременно сыграла. Я надеюсь, что она еще не закончена. Хотя очень многие хотели бы ее такой либеральной осенью заменить. Не получится. Ну и последний, пожалуй, вопрос. Вот тоже в ходе беседы возникала эта тема. Вот русский мир, да, во многом он состоит, в том числе считалось до последнего времени, что и Украина, да, это часть русского мира. Вот можно ли говорить о расколе русского мира? Вот я знаю, что вы считаете вообще украинцев частью русского народа. Малоросс? Да, да. То есть вот можно ли сказать, что малороссы теперь уже не стали частью русского мира? И насколько серьезен этот раскол? Вы знаете, я напомню вам историю немножко нашей стороны чуть раньше, чем произошло то, что произошло на Украине. Когда в 1917 году, там и потом Гражданская война, большевики пришли к власти, мало кто вспоминает, что тогда ленинская национальная политика, именно ленинская, которая проводилась при Ленине, она была крайне русофобской. Русский народ был объявлен, значит, виновником всех, так сказать, преступлений, царизма и виновным перед всеми народами. Его положено было принизить и забрать у него все, чтобы передать тем, кого он обижал. Это была официальная политика. Более того, именно тогда прошел, в 1922 году, когда сдавался СССР, подошел раскол. Официальное признание украинцев, белорусов и великорусов как тремя разными народами. До этого ничего этого не было. Первый случай признания территории какой-то там Украиной, это декрет Временного правительства, уже после свержения государя императора. Дальше момент идет. Первая украинизация, полностью аналогичная тому, что делали, скажем, вот последние 25 лет, 20 с чем-то лет на Украине происходило, она проходила в 20-х годах на Украине. Буквально заставляли говорить по-украински, ходить в украинские школы, читать газеты на украинском языке, все дело произвелось на украинском. Не согласны, исключали из партии, а то и сажали. И только к началу 30-х поняли, к чему это может привести. И тогда произошел уход. Готовились к войне? Это уже при Сталине было. И именно тогда, с 33-34 года, началась фактически мгновенная реабилитация русского народа. Раз, реабилитация понятия патриотизма, кстати, в 20-х годах, считавшегося пережитком буржуазным. Никакого патриотизма быть не может, у пролетария нет отечества. Вспомните, известная масса. Все пролетарии нам братья. Никакого отечества, никакой родины нету. Все, забыть. И тогда же началась реабилитация русской истории. Из царских сатрапов вновь в герои России вернулись Минины Пожарский. Вернулся Кутузов, Суворов и так далее. Они перестали быть царскими сатрапами и врагами светлых идей. Именно тогда. Далее, следующий этап. То, что мы знаем по позднему Советскому Союзу, как ленинская национальная политика, которая была во многом правильной. Она именно тогда, так сказать, это была скорее уже пост-ленинская политика. Но республики остались. И именно по республикам все время произошел раскол Советского Союза. Когда пришли господа либералы и начали, так сказать, все перелицовывать на подзападный проект. Хоть тушкой, хоть чучелком, но на запад. Именно тогда вот эти все раны, они сработали. По ним и произошел раскол страны. Сейчас то же самое пытаются сделать с Россией. Вот украинцы, да, украинцы, малоросы. Их тогда обучали быть украинцами. До этого, как вы знаете, такая же украинизация принудительно проводилась на территории Галиции, которая входила тогда в состав Австро-Венгрии, с тем, чтобы истребить там все прорусские силы накануне войны. Там до 15 тысяч человек было просто в лагерях с Галицией. Но в Галиции этого процесса ведь в итоге добились, да? Они этого добились, да. Именно оттуда. Но вот смогут ли добиться теперь на остальной части Украины? А вот на остальной части Украины, я вам скажу, отчасти виновата и Россия тоже. То, что подошло на Украину. Не только украинцы. Понятно, что украинские власти, которые были ни рыба, ни мясо после Беловежской пущи, они заигрывали со всеми политическими силами, чтобы только усидеть в кресле. Они заигрывали, потому что все эти страшные там эти бандеровские правосекторы и прочее, они же не взялись ниоткуда. Они формировались на протяжении десятков лет. И естественно, что местная СБУ не могла это дело просмотреть. Это формировалось при негласном покровительстве власти, как кость, так сказать, националистов. Именно вот таких вот бандеровского толка. Частично шла, так сказать, поэтапная такая, не сразу героизация бандеры, а, допустим, сначала признание Голдомора, признание какой-то дискриминации украинцев. Да, но эти процессы, они более-менее известны. Все же, вот если, как скажем... Я вам скажу вот о чем. Если бы, если бы тогда, вот еще лет 10 назад, в нашей Конституции России было написано черным по белому, что государственным образующим является русский народ, в скобках, как он был изначально, малороссы, великороссы, белороссы, скобка закрывается. Вот тогда бы вся бандерская пропаганда не стоила гроша ломаного. И того, что было на Украине, не было бы. То есть, господа либералы виноваты в крови детей Донбасса и в сожженных одесситах ничуть не меньше, чем Порошенки, Яроши и прочая сволочь. Ну, этого бы не было, а теперь все-таки возвращаюсь к моему вопросу. Да, то есть, этот разлом навсегда или он преодолим? Вы знаете, я не думаю... Я просто, если вспомнить историю, то те же самые запорожские казаки в составе войска Речи Посполитой ходили на Москву несколько раз. Потому что, если в 1612 году половина войска, штурмовавшего троица Сергея Лаврова, под обещание пограбить ее три дня, были запорожцы. То есть, все было. Все было в нашей истории. Было отхождение, было возвращение. Я уверен, что Малороссия, Украина, ну, в заключении, может быть, Галиции, которая наиболее, так сказать, одиозно распропагандирована, рано или поздно будет снова нашими, так сказать, братьями и частью русского народа. Но, первый шаг для этого, признание тех малороссов частью русского народа и государственного образующего русского народа в России. После этого очень сложно будет москаля подавать врагам. Ну, какой же он враг, если у него я государственного образующего народа? Если я могу туда приехать и получить гражданство через месяц? Если я могу там устроиться на работу спокойно? Если меня там, не знаю, через год меня могут в депутаты выбирать? Какие там мы сказали, что у меня там чепуху там всякую разводить? Вот. Это сильнейший информационный удар. Но он противоречит либеральной концепции построения нации. И поэтому он блокируется здесь. Блокируется именно из идеологических соображений, из-за отставки либералами своей картиной мира. Пока это не будет преодолено, мы и с Украиной не решим, мы не решим с Россией, мы не решим с Кавказом, мы не решим с региональным сепаратизмом. Вы знаете последние там шутки там и татарских властей, которые сами, так сказать, выстраивают отношения с Латвией вопреки внешней политике России. И якуты, которые объявили, так сказать, единственным народом в Якутии, коренным это якутов, оставив за бортом русских и чучи. Якутов там меньше половины. Но и тем не менее, эти вещи уже пошли. И скрепить их можно только на нормальной, здравой, оправдавшей себя веками имперской основе, за которой выступают все здравые люди всех национальностей, не только русских. Заодно это же должно стать и основой для возрождения самого русского народа, для его самоуважения. Чтобы начать вести себя, условно говоря, как герой, надо начать себя уважать. Вот если говорят, ты герой, что ты себя ведешь не так? Для этого есть мотивация. Это же станет основой для той самой дружбы народов, которую мы пропагандируем, только пока пропагандируем, но добиться которой не можем нынешними средствами. Потому что договариваются опять-таки две стороны. Ты уважаешь свой народ, я уважаю свой народ. Ты уважаешь мой народ, я уважаю твой народ. Вот. Вся толерантность в этом. На самом деле все просто. Решение этой проблемы просто. Если бы она не саботировалась и не тормозилась разного рода мифами, которые нам вбивают в голову уже давно, то я думаю, что решен был вопрос и с внутрироссийского единства, и решен был вопрос с Украиной, и соответствующие вменяемые политические силы на Украине смогли бы нас поддержать. И тогда бы, возможно, удалось обойтись без излишнего кровопролития, которое все равно будет. Вы понимаете, что оно все равно будет. Еще в XIX веке говорили, что единственный способ разбить Россию, это внушить части русских, что они не русские, и дотравить их на других русских. Все. Что и делается. Ничего нового не изобретено. Все технологии, они с XIX века остались. Тогда же, когда был план Польмерстона по разделению России на Казакию, Сибирию и прочее государство. Тогда он не сработал. Будем надеяться, что и сейчас не сработает. Подобные планы. Я благодарю вас за интересную беседу. Напоминаю, что у нас был в гостях Владимир Хомяков, сопредседатель оргкомитета русско-кавказской инициативы. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова